Всех приветствую, друзья! Компания Ulefone не перестает нас удивлять своими гаджетами. Очередная новинка от компании – планшет TAPA A11 Pro-версия 11 дюймов дисплея, IPS-матрица, Wi-Fi 6, емкая, здоровенная батарея 8800 и другие функции, о которых сейчас мы поговорим. Мы сейчас распечатаем этот планшетик, я вам покажу. Начало учебного года, ну и кто работает, тоже для работы. Почему TAP? Смотрите, магнитный кейс, книжка идет в комплекте. Но эти аксессуары вы будете докупать отдельно, кому, сколько они, вернее, нужны. Просто кейс защитный. Защитное стекло. Интересно, что клавиатура и планшет превращаются в ноутбук. В данной версии клавиатура не русифицирована, но продаются наклеечки, можно заказать лазером вам. Выгравируют русскую клавиатуру и, пожалуйста, это будет у вас полноценный ноутбук. Сейчас мы это все продемонстрируем. Что мы сейчас сделаем? Распакуем комплектацию, я вам покажу. Заведем его, примерим все аксессуары, пробежимся по начинке и сделаем выводы. Смотрим. Улефон ТАП А11ПРО. Новинка. Поехали. Комплектация, даже не знаю, с чего начать, такая богатая комплектация. Еще идет подставка для машины, использовать как навигатор, но у меня ее в комплекте нет. Остальное все есть. Стекло. Поставляется защитное стекло, мы его сейчас доставать не будем. Оно нам интересно. Давайте аксессуары просмотрим, потом вернемся к планшету. Кейсик. Вот такой идет кейсик. Без подставки, просто защитный кейс, если там носить кого-то в сумочке будете. Ну, наверное, вот такой будет поинтересней. Он как книжечка делается, сразу же его можете поставить и будет экран ваш. Беречь. Давайте я тоже его достанем. Кейсик интересный, сделан под материал. Вставляем сюда планшетик. И, пожалуйста, у нас полноценный подставка просмотра телевизоров. Соответственно, магнитная подставка будет тушить экран. Тоже сейчас мы его померяем. Самое интересное, клавиатура. Клавиатура. Штука незаменимая для планшета. Что мы видим? Идет у нас мануальчик. Ну, и так понятно. Здесь даже подставка, что ли, точно. Смотрите. Вот это да. Есть магнитная подставочка. Сама клавиатура. Даже тачпад есть. Сенсорное управление. Он еще и нажимается с одной стороны. Нет, не с одной. С двух. Вот он здесь нажимается. Здесь видим контактную площадку. И подставка. Тоже сейчас мы это все испробуем. Наш планшетик. Планшет большой. Но весит всего 500 грамм. 500 грамм. Толщина 7,9 миллиметров. Видим, что 16 гигабайт оперативной памяти. 256 встроенной. 6, ой, 8 физическая, 8 виртуальная. По характеристикам основным, давайте я вас ознакомлю. 4 динамика идет. Обалденный квадрозвук. 11 Full HD дисплей IPS. Mediatek Helio G99 на 6 нанометровой технологии. 2,2 ГГц на каждое ядро частота. Энергоэффективный. О, мощность. За глаза все игрушки потянет. И все приложения на максимуме. 256 гигабайт встроенной памяти. 16 мегапикселей задняя камера. Фронтальная 8 мегапикселей. 8 800 миллиампер батареи. Это очень много для планшета с таким энергоэффективным процессором. Это будет замечательно. 4G. Две сим-карты поддерживаются. Wi-Fi 6, 2,4 и 5 гигагерц. Ну и Android здесь у нас идет. 14. Распечатываем. Снимаем клееночку. Для учебы, для работы, ребят, для всего. Планшет, конечно, огонь. И цена у него доступная. Что нас встречает? Мы видим, что здесь у нас клееночка сразу же. Есть язычок достать. Планшету чуть-чуть попозже вернемся. Давайте сразу же посмотрим. Здесь у нас гарантийные талоны. Быстрые мануалы. И как заряжать. С крепкой для открывания лотка сим-карт. Замечательно. Зарядочка. 18 ватт. Не быстрая, но и немедленная. USB Type-C. Micro USB. Сам планшетик. Сразу же можно заднюю клеенку. Ну, тут, в принципе, смотрите, все подписано. Power button. Кнопка включения-выключения. Она же перезагрузки. Клайши громкости. Волим-баттон микрофончик стоит. Две антенны пластиковые. Камера. Фонарик. Четыре динамика. Смотрим. У меня спикер. Микрофон. Здесь у нас площадка. Коннектор. И джек еще по 3,5 мм. Вот это да. Соответственно, зарядка. USB Type-C. И слот под сим-карты. Давайте сразу же мы с вами посмотрим, спарен или гибридный слот. Отстегиваем. Видим, что мы видим. Или две сим-карты. Или одна наносимая, и сим-карта до двух терабайт. Смело поддерживается. Ну, терабайт точно потянет. Но, как показывает практика, что два терабайта тоже тянет. Защелкиваться между характерным щелчком. Здесь у нас, опять же, все характеристики. Давайте снимем клееночку. Так, клееночку мы снять не можем. Нет, можем. Убираем первое. При первом использовании клеенку. Что мы видим? Алюминий. Авиационный алюминий, легенький. Блок камер. Но здесь одна камера, другая просто заглушка. Фонарик. Камера с искусственным интеллектом. С этой стороны здоровенный дисплей. Контакты. Ну, остальное все уже показал. Между прочим, удобно. Сделано включение-выключение и регулировка громкости под палец. Камера 8-мегапикселей для трансляций или каких-нибудь штук. Так, давайте сразу же мы чехольчики примерим. Начнем с такого чехла. Углы видим, что прорезинены. Заходит достаточно плотно. Все выглядит отлично. Он толщины не придает. Кнопочки прорезинены. Все замечательно. Вот такой чехольчик таскать, как бампер. Если кому-то надо. Не хочет запариваться с книжечкой. Вот это для вас. Дальше. Вставляем в нашу книжку. Все достаточно защелкивается плотненько. Вот так. Все. И он у нас закрывается. Между прочим, не магнитный. Это он магнитный? Нет. Магнита здесь нету. Просто закрывается. И вот такой папочка. Защити два с экрана. И все. Также что можно сделать? Делать можно из него подставочку. Для просмотра фильмов. И для разных аксессуаров. Можно тут по-разному его зип конфигурировать. Можно вот так сделать повыше. Кому как удобно. Подставка. Огонь. Соответственно, все динамики. Ой, здесь не застегнул. Все динамики у нас видим, что доступ ко всем коннекторам есть. Ну и самое интересное у нас идет клавиатура. Клавиатура. Давайте мы тоже его сейчас сразу же вставим. Здесь уже сначала вставляется вниз. Вот так. Чтоб у нас коннекторы попали. И защелкиваться здесь. И видим, у нас превращается. После коробочки уберем. Полноценный ноутбук. Вот так. Спокойно работаем. Все делаем. Очень удобненько. Снимаем клееночку. Глянцевый экран нас встречает. Давайте включим дисплей. Первое включение. Логотип компании Voliafon. Сейчас я заряжу и продолжим. По тачпаду и клавиатуре есть тачпад. Видим, что мышка бегает. Пробликует все. Яркости хватает. Не смотрите, что камера может не передаст яркости. Яркости за глаза у нас тут солнце светит, шпарит. Вообще удобненько. Мышь не надо. Ходит у нас. Стрелочка бегает от мыши. Можно открывать приложение. Пожалуйста. Можно музыку послушать. Музыка, конечно, тут звук. Огонь, ребята. Углы. Вообще четенько все показывает. Можете также управлять сенсором. Например, вам надо выйти. Пожалуйста. Или там зайти куда-то. Огонь. Звук, конечно, обалденный. Четыре динамика. Яркости хватает. Только здесь бликует все. И камера не передает. Достаточно яркий планшет. Так это реализовано. Подставочка. Все четенько. Давайте посмотрим по начинке, что у данного планшета есть внутри. Запись с экрана включу вам. Сразу же поставлю сюда запись, чтобы вы не осматривались. Пробежимся по функционалу данного планшета. Видим большой экран 11 дюймов. Угол обзора замечательный. Можно использовать его как навигатор в машине. Легко. Тем более отдельно подставочка продается для этого. Двухдиапазонный Wi-Fi. Даже тут Wi-Fi версии 6. 2.4, 5 ГГц. Bluetooth 5.2. Есть у нас система навигации. Galileo, Baido, Glonass, GPS. Всех четырехпозиционный фонарик. Как обычно. И остальные функции. Зайдем сразу же в настройки. Видим, что у нас здесь голый Android. Кто далек от Android не заблудится. Все здесь вынесено. Минимально упрощенный интерфейс. Первая сеть интернет. Интернет. Если мы посмотрим, что у нас слева будут колоночки отображаться справа под меню данной колонки. Сеть интернет. Подключенное устройство. Здесь будут часы ваши там, например, магнитолы, еще что-то отображаться на данной вкладочке. приложения. Установлено здесь 39 приложений по умолчанию с завода. Не буду заострять особо внимание на некоторых функциях. Заострю внимание, на некоторых нет. Режимы не беспокоить. Опять же, можно под себя настроить, как вам удобно. Батарея здесь большая. 8800. Хватит вам надолго, учитывая, что здесь энергоэффективный процессор. Хорошая батарея для планшета. Это большая считаться. Батарея. Памяти. Памяти Z256. Можно расширить физически до 2 терабайт флешечку. Пожалуйста. Слот позволяет. Звук и вибрация. Звук. Обалденный звук. 4 динамика. Сочный, яркий звук. Не знаю, демонстрировал, не демонстрировал. Но уже мы проверили. Звук, конечно, здесь замечательный. Ну и полностью тут можно настраивать под себя. Ярко сейчас на 100. У нас солнце светит на улице достаточно ярко. В помещении вам будет, я считаю, что 100% лишнее. Адаптивная яркость присутствует. Время отключения экрана, давайте это вставим. 2 минуты и адаптивный режим, чтобы у нас не выключался. Темную тему, масштаб и текст. Тут, в принципе, можете настроить под себя, если иконки малы, побольше поставить. Ночная подсветка, автопород экрана, дублик, клик, то ап и заставка отключена. Обои есть. Поменять специальные возможности, но тут ничего интересного у нас. Защита, кондициональность. Опять же, настроить можете местоположение. Такой планшет удобно использовать как навигатор. Вообще, отлично, не только для мультимедиа. Специальные функции завезены. Clips, Google завезены цифровое благополучие. Такие планшеты частенько покупают детям для учебы или для игр, мультимедиа. Также, опять же, можно здесь полностью контролировать своего ребенка. Сервисы Google. Здесь отключать разные функции. Приложение. Расписание, включение, выключение. Штука интересная. На андроиде в 14-ом можете на ночь его выключать и утром у нас будет включаться система. Пользователь системы апдейт. Демо мод и о планшете. Название устройства, юридическая информация и разные функции. Видим, что андроид у нас 14-ый. Также у данного планшета здесь частота развертка экрана 90 Гц. Достаточно плавно. Отлично. Давайте по приложению. В общем, ничего особенного тут такого нету. Все по минималу. Если надо будет, сами установите приложение. Кастомизации особой здесь никакой нету. Можно сказать, голый андроид. Что мы видим? Камеры мы попозже вернемся. Найти устройство и сообщение. детский режим. Книги, YouTube. Ну, тут все по минималу. Особого ничего такого нету. Сумки с инструментами тоже не присутствует. Для такого планшета наверное не нужна. Давайте посмотрим по камере. Коробочку положу. Пробежимся по камере. Камера тоже это не камерафон. Так что здесь больших результатов не ждите. здесь в основном для того, чтобы сфотографировать документы и пообщаться по видеосвязи. Для этого камера HDR режим есть у нас. Давайте зайдем в настройки посмотрим. Разрешение оставим. Формат JPEG. Баланс белого. Видим, что все по минималу. И есть видео. Может я наверное сейчас продемонстрирую вам пару видео. разрешение у нас качество видео максимально 1920х1080. Вполне достаточно для такого экрана. Микрофон включен. Формат еще контейнера H264 или HVC. Кому как. Оставим H264. И фронтальная камера. Если мы перевернем. Здесь 8 достаточно здесь запересвечивает. Так я зачем нажал надо настройки зайти. Качество видео снимаем в HD. и и так картинка давайте погодите секунду еще. Картинка картинка перевернем и зайдем в настройки. В принципе тоже все видите по настройкам. Что касается самого планшета остановить. приведу сейчас вам пару примеров фото с данного планшета если кому это будет интересно и делаем выводы. Вот так снимает фронтальная камера 8 мегапикселей видео. Ну если конференция или еще что-то будете делать звук вот такой же. Смотрите сами. Пример видео на фронтальную камеру на заднюю камеру конечно себя никто не снимает. Примеры видео на планшет вот так снимают планшетик на основную камеру фокус есть а так снимают видео. вот такой сегодня у нас был планшетик на обзоре от компании OLEFON куча аксессуаров клавиатуры ну клавиатура конечно мне понравилась очень удобненько особенно тем кто там учится для учебы для чего тексты писать работать то что надо присмотритесь ссылки оставлю в описании цена у него на данный момент даже не знаю сколько потому что только на рынке появился переходите смотрите для мультивиде развлечения для детей для работы учебы для всего вот это то что нужно а у нас на этом все спасибо кто смотрел ссылки оставлю в описании переходите смотрите приобретайте всем пока удачи удачу и удачу Продолжение следует...